Приключения Нему Конечно, ответил я Если кто-то и разбирается в безопасности, так это мой отец Ну да, Нему не отважился бы высунуть носа за парок без няньки Так, Нему? Состроил гримаску Уорд Уорд – главный хулиган нашего класса Захлопни жабры, Уорд – встрял Нирк Сам еще ни разу не ночевал ни дома Привет, Примо! – прокричала Дори То есть Нему, и вы остальные рыбки, имен которых я не помню Вперед! Дори улыбнулась и радостно замахала плавниками А еще через какое-то время появилась большая белая акула по имени Бугор Добрый день! – пробасил великан А-а-а-а! – ответили ему рыбки, напуганные огромной акулой Простите, ребятки! – ухмыльнулся Бугор Не смог удержаться от искушения взглянуть на вас Он убьет нас! – закричал Уорд, спрятавшись за блестку Никто никого не убьет! – отмахнулся я Бугор не причинит вам зла Эй! Мистер Большая Страшная Акула! Да я же тебя знаю, так? Мы же друзья! – улыбнулась Дори Я все помню! Рыбы – друг, а не еда! На самом деле, Бугор давно не ел рыб и был совсем безобидным Вот только об этом мало кто догадывался Эй, приятель! – обратился Бугор к моему отцу Веселый у тебя сегодня денек, да? Да всего-то небольшой поход – ответил папа По-по-по-поход? – голос Бугра задрожал, и великан хлюпнул носом Я сейчас заплачу У меня никогда не было отца И никто не водил меня в поход Ты счастливчик, Мэму? Тем временем, отец рассказывал моим друзьям об опасностях открытого океана Этого растения нужно избегать, – говорил он Стоит дотронуться до него И сыпь с чесоткой вам обеспечены Ой, ой, ай! Отец начал метаться в воде, пытаясь почесать себя Видимо, он сам случайно коснулся растения Ух, как же чешется! – кричал он Мне нужно домой, – сказал папа Извините, дети, но нам придется вернуться О нет, неужели поход отменяется? Эх-эх-эй! – вмешалась друг Дори Мы можем продолжить поход без тебя Бугон поможет мне присмотреть за ребятами Правильно, дети? Да! – закричали мы Что ж, думаю, все будет в порядке, – протянул отец Но будьте осторожны, ладно? Если увидите кого-то больше себя, прячьтесь к бугру под плавник И он отправился домой Ну и дела, – протянул бугор Вот это отец! Он хочет, чтобы его ребенок веселился даже без него А я никогда не знал своего отца Да ладно тебе, бугор, – сказала Дори Да, – добавил я Сегодня ты будешь нашим вожатым Это будет первый поход и у нас, и у тебя Точно, приятель, – просветлел гигант Начать ведь никогда не поздно, так? Я с удовольствием помогу вам, – улыбнулся бугор И прибежу за вами, малыши, – как настоящий отец, да? Прости, я забыла, о чем мы, – пробормотала Дори Дори, – прошептал я Вы с бугром собирались вывезти нас в поход Будет здорово! Ах, да! Теперь я вспомнила Вперед! Вот только куда? Я знаю хорошее местечко неподалеку, – сказал бугор Похоже, он всерьез разволновался Ура! – воскликнули все Кроме одного Вот еще! Вы что, опалаумели? – блукнул уорт Акула не может защищать нас Акулы едят рыбу! А я его не боюсь, – сказал я И поплыл за акулой Бугор, мой друг! Я знал, что у орду придется присоединиться Иначе получится, что он трус И отказался плыть за мной Мы еще об этом пожалеем, – пробормотал орд, присоединившись к нам Так куда ты собирался везти нас? – спросил я, поравнявшись с акулой Ну, я так понимаю, что вам, детки, хотелось бы увидеть что-нибудь необычное С улыбкой ответил бугор Его острые зубы немного пугали меня Хотя я знал, что опасности нет Через какое-то время ко мне подплыл шельфик Бугор говорит, что акула съест нас всех Прошептал он Не может быть, – ответил я Бугор давно не ест рыбы Ну вот, мы на месте, ребята, – гордо произнес бугор Вот здесь я зависал, когда был простым трехметровым окуленком Мы подплывали к старому, затонувшему пиратскому кораблю Было страшно и безумно интересно Я не мог сдержать любопытство и забрался внутрь Мне тут не нравится, – сказал шельфик Да бросьте, ребята! Если бугор сказал, что здесь безопасно, так оно и есть, – ответил я, – стараясь говорить непринужденно Будет интересно! Посмотрите на все эти блестящие штучки внутри Ух ты! – выдохнула Дори Давайте решим, где нам остановиться на ночь А я поищу чего-нибудь перекусить, – сказал бугор и уплыл Дори была в отличном настроении и сумела взбодрить почти всех Кроме Уорда, который все время говорил о бугре Для хулигана он выглядел слишком напуганным Ты не видел блестку? – спросил шельфик, пока мы исследовали корабль Что? – Нет, – ответил я А она разве не отправилась с нырком за ракушками? О чем вы здесь говорите? – налетел на нас Уорд Почуяв дурные вести, он набросился на них, как изголодавшийся тунец Блестка и нырк пропали, – ответил шельфик И бугра нет, – подхватил Уорд Все это подстроено! Акула заманила нас сюда, чтобы съесть! Неправда, – сказал я, – бугор не ест рыбы А кто такой этот мырк? – спросила Дори, слышавшая наш разговор Может, нам стоит поискать его? Отличная мысль, Дори, – ответил я Вперед! Я не заметил, что Уорд не поплыл с нами А когда понял это, бросился обратно к пиратскому кораблю И нашел там Уорда наедине с бугром Привет! – низко сказал бугор Плавники Уорда мелко задрожали Он, не отводя глаз, смотрел на бритвенно-острые зубы акулы Подплыви сюда, бугор! – дрожащим голосом сказал Уорд Я хочу тебе кое-что показать Что еще задумал этот хулиган? Все произошло очень быстро Я даже не успел понять, что задумал хулиган Бугор, там рыба попала в клетку Хитро сказал Уорд, отгребая назад За ним возвышалась большая старая клетка Стоявшая на палубе затонувшего пиратского корабля Правда застряла? – спросил бугор и оплыл клетку вокруг Посмотри внутри Выглядела она аппетитно Сказал Уорд, подплыв за бугром к клетке и схватив защелку Надо вытащить ее Помни, рыбы друзья! – ответил бугор, заплыв в клетку Уорд потянул изо всех сил, но защелку заела Бугор, берегись! – закричал я Акулу нужно было спасти от коварного Уорда Услышав меня, бугор начал метаться по клетке И вместо того, чтобы выбраться, уронил дверцу Ба-бах! Я поймал свою первую акулу! – возбужденно закричал Уорд Нет! – выдохнул я Ах ты, негодяй! Отпусти моего друга! Эй, ребята, успокойтесь, – сказал бугор В чем дело? Дело в том, что ты в ловушке, бугор Ха-ха-ха! – расхохотался Уорд И я тебя не выпущу! Говорил Уорд с вызовом, но при этом пытался отплыть от клетки как можно дальше Он был просто перепуганным хулиганом Не волнуйся, бугор, – сказал я, пытаясь открыть клетку Я тебя вытащу Но все было напрасно Дверь клетки захлопнулась накрепко Позовем Дори, может, она сумеет помочь Я вернусь! Обещаю! – прокричал я, уплывая Я не знал точно, куда плыть Но мне и не дали удалиться Мурены! Я едва успел увернуться от большой отвратительной хищницы А на подмогу ей уже спешили другие Не меньше пяти голодных злых мурен Кружило вокруг пирагского корабля Чико! То есть Немо! – раздался вдруг голос Дори Быстро на корабль! – прокричала она Значит, они прятались где-то внутри Знать бы только где Вдруг Дори показалась в одном из проломов в борту И помахала мне плавнику Сюда, дружок! – позвала она У нас привал, ты помнишь? Я бросился к ней Мурена развернулась и приготовилась атаковать меня Я мчался так быстро, как никогда еще не плавал И пуй! – влетел в узкую трещину Бум! Толстая мурена не смогла протиснуться в пролом И врезалась головой в кораллы Опасность миновала Ха! У тебя получилось! – рассмеялась блестка Глаза мои начали привыкать к темноте И я увидел своих товарищей Был здесь и Уорд Он тоже успел присоединиться к товарищам Как же я был рад, что с блесткой и нырком все в порядке Прости, мы немного загулялись – сказала блестка Мне нужна помощь – сказал я Уорд запер бугра в большой клетке Да! Это моя первая акула! – надулся от гордости Уорд Ты запер бугра! Он же наш друг! – набросились на Уорда остальные рыбки Тихо, тихо! Я помогу тебе! – сказала Дори И мы отправились наверх Нам надо было выручить бугра из плена А ему спасти нас от злобных мурен Мы с Дори выскользнули из каюты И стали тихонечко пробираться по палубе К счастью, сообразительностью мурены блистали И нам удалось пробраться мимо них, прикрывшись пучком водорослей Не шуми, Дори! – прошептал я Эти мурены очень опасны Ну, как только мы найдем Подожди, а что мы с тобой ищем? – спросила Дори Бугра! Сама знаешь! Твоего друга Акулу! – ответил я Акулу? Ух ты! – обрадовалась Дори Акула может разобраться с этими противными сиренами Она снова забыла, кто такой бугор Будет непросто, Дори! – предупредил ее я Когда мы приблизились к клетке, стоявшей на палубе затонувшего корабля Дори! Немо! Расту вернусь! – улыбнулся бугор, увидев Он все еще томился в заперти Нам нужна твоя помощь, бугор! – почти кричал я Все наши в ловушке на этом корабле! И… и… Ты должен помочь нам справиться с этими невоспитанными гангренами! – стряла Дори Ребята, не беспокойтесь! – ответил бугор Я помогу вам! – но сначала нужно было освободить его из клетки Мы толкали и тянули! Бугор помогал нам как мог, но… Дверь не сдвинулась ни на миллиметр Ох! Ух! Простите, друзья! – закашлялся бугор Похоже, я уже не такой, как раньше! И тут мне пришла в голову блестящая мысль Я вспомнил, как бугор говорил, что хочет быть нам всем, как родной отец И я знал, каким бесстрашным становится мой папа, когда видит, что я в беде «Бугор, – сказал я, – ты должен выбраться наружу! Мои друзья застряли на этом корабле, и их вот-вот съедят мурены!» «Что? – взстрелил бугор «Мурены! Ненавижу этих тварей! Омерзительные создания! Вечно пугают мелкую рыбешку!» «Когда я был двухметровой малявкой, они тоже пытались прессовать ко мне, и защитить меня тогда было некому!» «Что ж, если наши маленькие друзья нуждаются в помощи…» «Тра!» «Бугор разнес клетку на мелкие кусочки!» «Показывай, где твои друзья! Я спасу их!» «Просто плыви за этим парнишкой!» – поперхнулась Дори «За мной!» – крикнул я Наш друг Бугор снова стал разъяренной акулой Мы обогнули корабль и скоро увидели Мурен Они как раз готовились на пальцы моих друзей Мгновение спустя им стало не до охоты А вот и Бугор! Бугор преподал Муренам хороший урок Мои друзья выбрались из укрытия и столпились вокруг Бугра благодаря его Все кроме Уорда Он держался в стороне «Слушайте, ребята!» – откашлялся Бугор «У меня есть другая идея насчет места для стоянки! Вы со мной?» «Да!» – закричали все И мы отправились туда, куда собирался отвезти нас папа В место, окруженное живыми кораллами, актиниями и раскрашенное всеми цветами радуги Тем же вечером Уорт наконец набрался храбрости извиниться перед Бугром «Прости меня, Бугор!» – сказал он «Мне казалось, поймать акулу – очень смелый поступок Теперь я понимаю, что это была глупость» «Не беспокойся, малыш!» – спокойно ответил Бугор «Я знаю, что иногда бываю страшноватым» «Кстати, как насчет того, чтобы называть меня папой?» «Бугор Бугор Продолжение следует...